Дом номер 14 построен в 70-х годах прошлого века. Добротная кирпичная пятиэтажка времен позднего социализма. Однако постоянные протечки даже такое здание могут сделать непригодным для проживания. Перед тем, как исчезнуть, компания «Полюс» просто затянула стропила легкой пленкой, которая не мешает воде заливать верхние этажи. Ремонт кровли здесь проводится в соответствии с областной программой капремонта. Хотя было бы точнее сказать, не проводится. К сожалению, ситуацию в Барвихе нельзя назвать исключительной. Такая же аналогичная ситуация и в поселке Огарево. Также там проблема с подрядчиками, которые были наняты фондом капремонта. К сожалению, такая ситуация во многих поселениях. Сейчас я каждую неделю объезжаю дома, которые попали в программу. Причем эти дома уже переносятся из года в год. Ни один график еще за три года не был выполнен. И мы проводим встречи с фондом. Буквально вчера было серьезное совещание. Дали неделю на то, чтобы фонд капремонта предоставил нам все-таки подробный четкий график того, как будут исправляться те работы, по которым есть претензии. Конечно, настолько неприятных условий, которые сложились на Барвихе, больше нигде в районе нет. Однако, по словам Андрея Иванова, жалобы на качество работ, проводимых под эгидой областного фонда капремонта, приходят из поселений регулярно. Что касается дома номер 14, то ситуация здесь осложняется близостью зимы. Сейчас у нас уже начался снегопад. Вы все видите, что сегодня идет снег. Соответственно, это еще и промерзание. Здесь на крыше находится разводка, отопление системы. Соответственно, как только будут сильные морозы, есть вероятность промерзания системы отопления. То есть, это в первую очередь разрушение верхних этажей дома. Следовательно, необходимо предотвратить это. Для этого срочно нужно восстановить обрешетку, срочно накрыть ее листовым железом и провести все необходимые работы по теплоизоляции и по гидроизоляции. Фонд капитального ремонта работает на областном уровне. И претензии к его эффективности предъявляет не только Одинцовский район. Сложившаяся ситуация, единственный выход – привлекать нового подрядчика из числа тех, кто уже хорошо себя зарекомендовал при исполнении муниципальных контрактов. На данной кровле отсутствуют какие-то мокрые процессы, связанные с водой. Поэтому фактор погоды на нас особо не влияет. Единственное, только если снег будет идти, но мы будем менять кровлю захватками, то есть не полностью объем скрывать, как вот здесь сделала предыдущая подрядчика, отечественная. По времени до Нового года постараемся мы успеть по данному объекту. В районе 10 человек сюда бригада выдает. Ключайшие строки. По словам главы района Андрея Иванова, все графики проведения капремонтов должны быть общедоступны, чтобы жители понимали, куда расходуются их деньги.